Барьер! Фир! Барьер! Преодоление препятствий, прыжки через кольцо, задержание преступника. Все это под силу специально обученным служебным собакам из кинологической школы Доггенхаус. Под аплодисменты и радостный смех детей четвероногие друзья четко выполняли сложные и разнообразные команды. Мероприятие посвящено кинологии. Мы часто проводим их в разных средних школах города Бреста. Чем полезно? Пропаганда кинологии, грамотная кинология. Многие ребята у нас учатся в школе юных кинологов и потом видят свою жизнь с собаками. Поэтому мы показываем и рассказываем, как можно работать с собаками, что существует возможность у нас в городе делать такую работу. Популяризация профессии кинолога, а также демонстрация ключевых навыков служебных собак – это основная цель мероприятия, проводимого на территории средней школы номер 20 имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева, организатора администрации учебного заведения, кинологическая школа Доггенхаус, а также департамент охраны, которые показали увлекательные выступления и заинтересовали учащихся. На самом деле мероприятие мне очень понравилось, так как очень люблю животных. Меня на самом деле очень поразила послушность этих животных, так как они слушаются своих командиров. Это безумно круто и мне бы искренне хотелось, чтобы в нашей школе было побольше таких мероприятий. Мне, если честно, очень понравилось, потому что у нас очень часто это проходит и собаки. Я очень просто люблю собаки, мне понравилось. Я надеюсь, что в следующем году будет так же повторяться еще чаще. Это уже стало традицией. Два раза в год, в том числе и в школьных оздоровительных лагерях, у нас выступают кинологи. Мы очень довольны и очень счастливы такому сотрудничеству. И родители, и учащиеся всегда с удовольствием посещают данные мероприятия. Благодаря этому мероприятию, возможно, кто-то из присутствующих ребят в будущем серьезно задумается освоить профессию кинолога. А у кого-то, вероятно, появится свой четвероногий друг. Но в любом случае, итогом этого мероприятия стало хорошее настроение. А это, согласитесь, не так уж и мало. Субтитры создавал DimaTorzok